друзья всем привет меня зовут женя вы находитесь на моем канале о творчестве я рада что вы сегодня ко мне заглянули сегодня мы с вами поболтаем и я поотвечаю на вопросы тега так называется связанием по жизни автор алина вяжет в теге достаточно много объемных вопросов а именно их 25 я думаю что мы с вами поотвечаем на них в течение получаса может побольше может быть будет слышно моего супер помощника который там с папой занимается в комнате а мы с вами повяжем зайчика я начну вязать тело зайчика и отвечаем на вопросы тега у меня начал цвести декабрист поэтому он будет вам тут своими цветочками светить в карте в кадре и я в марафоне чудо-юдо марафоне вижу вот такого котика баюна вот такой пушистый мохнатый у него есть хвост передние лапы и уши но еще нету задних лап они обязательно будут еще у него будет шапочка колпачок такой ночной и подушечка если вам интересно что это за чудо-юдо марафон я вам оставлю ссылочку на видео в котором я вам рассказывал об этом марафоне и ссылку на инстаграм там можно еще присоединиться и повязать других чудо-юдо персонажей из русских народных сказок так а мы с вами приступим к вопросам и к вязанию зайки по мастер-классу марина григоревской и так первый вопрос и так вкратце как давно научились вязать и насколько плотно вязание связано с вашей прошлой жизнью я научилась вязать еще в детстве меня учила этому прабабушка я была еще маленькая не помню сколько мне было точно лет но я ходила в начальную школу плотно связано с моей прошлой жизнью ну как в принципе с жизнью с моей вязание связаны достаточно плотно я научилась вязать и не часто немного вязала но где-то с 2015 года я вижу постоянно что-то вижу до началось все в пятнадцатом году с носочков потом пошли шапочки потом пошли салфеточки крючком потом пошли какие-то плечевые изделия и так далее сейчас я вижу но практически все что можно вязать спицами и или крючком если я чего-то не умею я за это берусь и учусь это вязать вот раньше например я не умела вязать игрушки а теперь я меня за уши от них нет тянешь второй вопрос хобби вещь нужная или лучше заняться чем-то дельным есть если у ваших членов семьи хобби уважаете ли вы их выбор хобби весь вещь нужная абсолютно точно могу сказать потому что человеку всегда нужно иметь какое-то занятие иначе ему будет просто скучно жить он начнет делать всякую ерунду по жизни и вытворять то что лучше лучше не вытворять поэтому хобби вещь нужная главное чтобы она приносила какую-либо ну если не пользу то хотя бы не наносила вреда да там окружающим людям у меня в семье хобби есть у супруга он занимается алмазной выкладкой и я часто вам показываю его работы в своих видео мама у меня тоже умеет вязать вышивать лентами вышивать крестиком она не очень любит хотя теоретически она это умеет делать вот и мы с мамой любим шить но мама так по мелочи а я конечно люблю и не по мелочи что-нибудь сшить но сейчас для этого нету времени вот а вообще хобби вещь нужная она развивает человека мне кажется очень многогранно даже то же самое вязание очень хорошо развивает мозги мне кажется мы когда вяжем до начинаем думать объемника и мы начинаем считать что то мы начинаем строить в голове какую-либо модель да там то или иной вещи начинаем рассчитывать просчитывать даже если мы не умеем и не любим делать расчеты тем не менее в голове у нас какая-то модель выстраивается и мне кажется наши мозги вязание прокачивает не кисло и так третий вопрос считаете ли вы вязание полезным видом хобби материальная выгода развитие человеческих качеств черт характера что-то еще защищаете ли вы вязание перед нападками родных или друзей я считаю вязание полезным видом творчества материальная выгода мне кажется при том что большинство пряжи сейчас стоит не очень дешево мне кажется материальная выгода от того что кто-нибудь себе вяжет есть огромная потому что чисто шерстяной какой-нибудь например свитера или хорошие носки или шапку которая вас не будет бесить и раздражать можно связать самостоятельно и не платить за это просто бешеные деньги особенно это касается детей есть сейчас до мама маленького мальчика и когда я захожу в магазин и вижу акриловую шапку за полторы тысячи рублей на маленького ребенка мне начинает разбирать дикий смех потому что я ребенку связала шапку ну грубо говоря я вложилась в 500 рублей и связала двуслойную до двойную шапку и стопроцентного мериноса которую не в одном магазине естественно ты не купишь тем более за такие деньги материальная выгода я считаю есть даже при том что пряжи стоят недешево все равно это выгоднее чем покупать непонятно что в магазинах тем более можно посадить вещь на себя и и сделать вещь своей мечты а не бегать по магазинам разочаровываясь каждый раз развитие человеческих качеств и черт характера но наверное да потому что мы даже если вначале мы не любим распускать даже если мы вначале не любим добиваться цели у нас появляются долговязы недовязы и ошибки мы вырабатываем в себе такое качество до стойкости того что мы добьемся своего дойдем до конечного результата до вяжем то что недовяжена то что недовязано а посадим на фигуру идеально то что не посажена идеально мы добьемся своего до хоть полном голове об голову растяжи все равно добьемся и даем до своей цели до конца мне кажется это качество потом все равно где-то в жизни в работе не в работе нам на руку играет умение добиваться своей цели и идти к ней кропотливо долго и потихонечку а вот мне кажется что в любом случае вязание вещь полезная к тому же успокаивает нервы даже если что-то начинает бесить раздражать все равно медитативное ковыряние лицевых петель ну или не лицевых или узоров медитация подвязание успокаивает нервную систему так что еще защищаете любые вязание перед нападками родных и друзей но на мое вязание никто не нападает максимум мама может рассказать что я паучиха опять там чего-то плиту а вот но остальные члены семьи относятся спокойно не нападают на мое вязание вот муж меня во всем поддерживает и это главное поэтому мне защищать свое рукоделие не нужно но если кто-то из моих родных или близких будет нападать на мое вязание то я их отправлю заниматься тем чем занимаются они молча просто а я буду заниматься своим вязанием вышивкой и всем прочим потому что не их это дело чем я тут занимаюсь и что это важно и не важно отдельное недельное дело это мое дело чем я занимаюсь вот так и отвечу на этот вопрос четвертый вопрос шуточки и подколы которые вы часто слышите в адрес своего хобби от близких обижаетесь нет не обижаюсь единственной шуточкой подкол который я слышу это то что я паучиха но если у меня было четыре пары рук как у того у той самой паучихи я была бы не против я бы тогда успевала делать в четыре раза больше всего а а так у меня всего лишь одна пара рук и я успеваю сделать только одну четвертую от того что я хотела бы успевать делать так пятый вопрос что делаете с идеями новых проектов внезапно пришедших в голову бегом за блокнотом чтобы зарисовать идею за за новой пряжей магазин или сразу за расчеты и воплощение идеи в жизнь но сразу за расчеты и воплощение идеи в жизни этот путь я давно от себя отбросила почему потому что если я как беременность как беременная слониха не выношу идею я обязательно на косячу и у меня в попыхах до поспешишь людей не смешишь будет обязательно да я где-то на косячу где-то на кассе полю где-то что-то не так сделаю быть это что-то будет какой-то недочет поэтому да не соответствие пряжи не соответствие рисунка несоответствие модели и я уже вот этот путь для себя то сразу за спицей и вперед я от себя отбросил зарисовать я не буду зарисовывать во первых я рисую я рисую не совсем плохо но я бы не сказала что одежду я умею рисовать хорошо если у меня запала какая-то мысль я ее вынашиваю как беременная слониха и максимум что я могу сделать это записать записать себе в блокнот что я хотела вот из той-то той-то пряжи связать то-то то-то туда вот и буду ждать пока у меня выстрелит этот проект буду ждать пока я найду там мастер-класс ли по недостающий мне в арсенале техники пряжу ли если у меня нету спиц или я буду ждать но неважно я просто дождусь момента когда вот этот проект нужно сделать если у меня есть заказ то мне приходится конечно сесть быстренько сделать расчет и все 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 сделать но заказом по-другому тут вдохновение такое внезапно напавшая на тебя не нападает и тут ты с холодной головой садишься и спокойно начинаешь работать тогда косяков не будет а когда нападает вдохновение нужно выносить бери как беременность слонихи это эту идею так шестой вопрос начала нового процесса целый обряд в вашем случае подбора аксессуаров цвета пряжи аккуратно оформленные расчеты и так далее или пара заметок на чеке из магазина и вперед за работу ну чек от магазина не мой путь мне либо лист бумаги нормальный да он конечно к концу проекта будет не просто лист бумаги что-то такое пожившая жизнь изделия бумажной промышленности с моими каракулями но как правило у меня есть тетрадка вот такая тут вот схема зайчика вообще вот мои до моменты зарисовка до модельки что у меня должно будет быть мерочки если у меня есть мерочки количество до петель я рассчитываю причем очень часто я их перри переправляю и всякие разные до количество петель что 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 мне нужно сколько набрать на какой этот вот видите какие мои заметки то есть я записываю то что я набрала то что провязала то что я рассчитала я все записываю а потом начинаю черкать если у меня что-то не подходит мне приходится перевязывать и добавлять убирать какие-то петли вот мои прекрасные расчеты да фантастические а вот то есть у меня красивые только переписанные чита схемы амани расчеты это всегда полный полный ковардак но я стараюсь записать чтобы потом просто если я отложу этот проект на какое-то время мне было бы проще к нему вернуться либо если мне нужно будет делать повтор такой вещи то чтобы я знала сколько мне петель набирать на каких я спицах вязала и так далее то есть я расчеты не делаю но пометки по своей работе я делаю поэтому мне как бы если нету моей тетрадки под боком то мне любой лист бумаги конечно сгодится но расчеты я не делаю поэтому я прикидываю сколько мне чего набрать как распределить узор и приступаю сразу к работе так седьмой вопрос чего вам не хватает в организации идеального рабочего пространства отдельные комнаты удобного кресла постоянного места хорошего освещения тишины и покоя чего-то еще всего и сразу мне не хватает мне не хватает комнаты или рабочего кабинета мне не хватает удобного кресла удобного стола удобных шкафов которые можно закрыть от некоторых маленьких шаловливых ручонок желательно на навесной замок с дужкой не менее 12 миллиметров толщиной до мне не хватает хорошего освещения порой потому что я сейчас сижу постоянное место у меня есть я работаю сейчас на кухне постоянно потому что у меня нет возможности где-то в другом месте вязать хорошее освещение не помешало бы мне как бы неплохое освещение на кухне я вообще не люблю когда темно и мрачно поэтому у меня хороший свет как бы до установлен но тем не менее я бы предпочла еще больше света вот удобное бы кресло бы мне бы не помешало бы но пока что у нас нет своей квартиры это все остается в мечтах но когда это все будет а я уверена что когда-нибудь все это будет а то я с удовольствием облагорожу себе постоянное рабочее место с удобным стулом с удобными шкафами столом и шкафами которые запираются на навесной замок 8 планируете ли вы в будущем покупку каких-либо предметов бытовой техники которые освободят время для вязания опять же когда-нибудь у нас будет своя квартира я в это верю и надеюсь и скажем так стараюсь что-либо для этого делать конечно старания мои нях какие классные но тем не менее что-то то я стараюсь делать а вот и туда бы я купила бы посудомоечную машину я небольшой любитель и фанат мыть посуду руками свои тонны посуда я уже перемыла я понимаю что посудомоечная машина не освободит меня целиком и полностью от мытья посуды вручную но тем не менее какую-то часть нагрузки по дому она будет с меня с него у нас есть пылесос у нас есть робот пылесос как бы стиральная машина это как бы дело есть и освобождает это огромное количество времени но посудомойка не помешало бы это точно как как ваши домашние питомцы реагируют на клубочки заметили вы предпочтение в пряже у нас есть домашний питомец под названием кот-бузь и к моим клубочкам она относится совершенно индифферентно просто ему пофигу метель клубочки моточки бывает бывает если пряжа с содержанием шерсти как правило бывает полушерсть если пряжа смотрана не в клубок а в моток он может с нею поиграть это было очень давно когда он был маленький котенок а сейчас ему совершенно все равно единственное что его может привлечь это крючок от гаммы с коричневой ручкой вот если он его увидит в зоне своего доступа он его заиграет обязательно куда-нибудь все остальное вся пряжа все клубочки моточки другие какие-то спицы приспособление ему совершенно все равно поэтому вот такой вот у меня код он может прийти полежать моим вязание это не точно вот он старается у нас сейчас заныкаться куда-то дальше чтобы его никто не нашел так и там еще дополнение к этому вопросу ругаете ли вы за затяжку или испорченный моток я не ругаю ни ребенка ни котенка своего за испорченные клубки мотки потому что если они до них добрались значит либо я им сама это разрешила сделать либо я сама виновата оставила там где не должна была оставить затяжки на одежде он мне практически не делает главное не брать его на руки если на тебе надето что-то вязаная вот и поэтому я не ругаю если они мне это что-то сделали либо кот мой либо ребенок то я не ругаю никогда никого значит я просто сама виновата следующий вопрос примеры вещей которые сейчас не нужны но при удобном случае в подарок или после ремонта или при смене мебели обязательно и с удовольствием свяжите я не могу привести никакие примеры потому что мне сейчас нету таких вещей которые мне были бы не нужны и я бы их связала при случае может быть конечно мой секретный проект который я задумала но еще не успела до него добраться но я о нем вам расскажу только при полной его готовности и поэтому в ответе на это так я не буду о нем рассказывать а больше пока нет у меня есть планы скажем так далеко идущие я них снимала в принципе видео мне и платья нужны и джемпера хочется повязать и очень много разных игрушечек хочется повязать но это все в порядке очереди а такого чтобы вот мне сейчас хотелось бы но я бы не могла и надо было бы ждать случае у меня таких проектов нет в задумках так самый старый долговязь почему не довели до ума может быть пора с ним покончить у меня есть достаточно старый долговязь на данный момент это плед мой бирюзовый я по узору этого пледа снимала мастер-класс на канале я оставлю ссылку я его начинала вязать в июне провел вывязала два матка высоту и до сих пор не двигается этот плед из полохлопка для сына но я его остановила пока сейчас проект потому что плед не по сезону более теплому сезону к летнему там весеннему времени года я двину с мертвой точки этот проект и свяжу этот плед но сейчас мне просто скажем так нерентабельно вязать плед который мне понадобится только весной летом поэтому он у меня стоит и я его не не дергаю смерку с мертвой точки вот больше у меня таких долговязов а нет вру у меня была начата из тоненькой тоненькой какой-то ниточки от пехорки белая скатерть ажурная крючком я и начинала в дороге так просто для того чтобы было чем заняться в дороге может быть я ее закончила может быть я ее распущу я еще не знаю а так у меня долговязов практически нет я стараюсь все свои работы либо заканчивать и доводить дома либо распускать и скажем так не думать об этой работе больше поэтому я как-то так отвечу на этот вопрос цвай гладь классика жанра или тоска смертная для меня это не тоска смертная это для меня скорее классика жанра я очень но не скажу что я там прям очень большой любитель до ковырять лицевую гладь вот если такой лицевая гладь в круговом вязании это я буду сидеть ковырять до потери пульса если это круг не круговое обратно поворотные ряды вот это вот с тоска смертная потому что на изнаночных рядах мне становится жутко скучно и я хочу заснуть вот но в принципе это классика жанра лицевой гладью вещь скажем так испортить но достаточно сложно а вот и поэтому я вполне себе люблю лицевую гладь в принципе не тоскую при ее вязании 13 вопрос жаккард как относитесь пробовали почему да или почему нет есть ли задумки в этой технике жаккард я пробовала я постараюсь ставить фотографии я вязала сыну кофточку там было обратно поворотное вязание это было прям очень интересно для меня я вязала носочки с жаккардом и но пожалуй это все я пробовала связать шапочку сыну с жаккардом узорчиком но что-то как-то не пошло поэтому задумка у меня есть но это еще будет не скоро когда ее и захочу осуществить мне кажется надо будет мне попробовать жаккард повязать купить себе наперсточек такой специальный до которая разделяет ниточки и попробовать сеть заняться с жаккардом с этим наперсточком связать шапочку или свитерок детские и попробовать эту технику посерьезнее скажем так более детально и и увлечься а вот вообще мне нравится жаккард очень интересная техника и почему нет так надо ускоряться потому что моим барагуза начинает брагозить какие еще техники привлекают ваше внимание бриошь интерлак эти техники перечисленные меня не привлекают я хотела бы попробовать круглую кокетку я об этом неоднократно говорила я до нее обязательно доберусь а пятнадцатый вопрос о предпочтениях в инструментах бюджет или бренд металл или дерево не леска или трост есть ли трос есть ли инструмент который давно пора выбрать не выбросить почему храните как всегда всего много вопросов так инструмента который пора выбросить у меня нет у меня весь инструмент исправный и хорошие всем можно вязать скорее всего можно было бы избавиться от длинных спиц но я знаю себя если я от чего-то избавляюсь то обязательно сразу как только я от этого избавлюсь это мне срочно понадобится поэтому я не избавляюсь от прямых спиц трос или леска мне не принципиально главное чтобы эти спицы подходили мне под вязание определенной детали или определенной вещи то есть если у меня нету например коротких спиц а нужно связать что-то маленькое то я естественно тросом спицами с тросом пользоваться не буду возьму спицы с леской да это логично если полотно тяжелое и ничего не надо что-то типа magic club изображать я обязательно спокойно возьму себе трос и буду спокойно вязать на спицах с тросом я спокойно отношусь и к тросам и к лескам мне не принципиально бюджет или бренд совершенно не важно главное чтоб спицы хорошо хорошо скользили хорошо вязали были без зубринок без дефектов не раскручивались не разваливались руках а бренд или бюджет абсолютно не важно мне я вот люблю увязать и анти и гаммой абсолютно одинаково и вот при том что есть большой до набор при том что есть набор спиц оди я гаммы вижу мне кажется даже еще больше по привычке не по привычке но все равно гаммы я очень часто вижу дерево или металл металл однозначно потому что я крайне неловкий и крайне неаккуратный человек и деревянные спицы я могу очень легко и быстро сломать для избит в избежание до такого безобразия я естественно выберу металл для себя 16 вопрос часто теряете мелочь для вязания маркеры записки с пометками нет я не теряю ничего потому что у меня как правило все лежит вместе если никто не влез в мое вязание ничего из него не взял то я практически ничего не теряем даже если у меня кажется что у меня растерялись все маркеры надо просто навести порядок по выгребать эти маркеры из всех сумочек косметичек полочек шкафчиков коробочек баночек контейнеров корзинок и всего прочего и тогда все маркеры вернуться в своясь и единственное что если где-то в транспорте что-то потеряю то тут как бы да без вариантов ты это потеряла вот и все 16 вопрос ой 17 вопрос был ли случай что вы потеряли свой процесс забыли в автобусе и как вы это пережили а к предыдущему вопросу записки с пометками я не теряю потому что у меня есть тетрадка а по поводу процесса теряла я или нет процесс я не теряла ни разу но у меня сын с мужем гулять ходили и потеряли плед полухлопковый из коляски как я пережила да спокойно я пережила одно еще свяжется но ничего страшного но если бы это конечно был заказ какой-то да я бы потеряла почти готовый или там я не знаю в подарок бы я вязала какую-то вещь почти готовая была бы я бы конечно расстроилась очень сильно бы себя грызла если бы я что-то не очень важное для себя потеряла что значит кому-то это важнее мои плед потеряли значит кому-то нужнее мой плед был так 18 вопрос ближайшие планы на покупку пряжи и инструментов на инструменты у меня пока планов нет на пряжу они постоянно куда-то возникают эти откуда-то эти планы потому что на игрушки постоянно приходится подкупать пряжу потому что так или иначе на очень быстро у меня уходит пряжи на игрушки я имею ввиду вот это вот yarnart dolce из которой я вижу игрушечки вот так у меня ближайший план на пряжу это сделать себе маленькую пряжную голодовку и поизвязывать все что у меня есть но с учетом того сколько я пряжи купила и продолжаю покупать на заказ или для себя лично мне кажется что наша квартира скоро будет похожа на склад для пряжи так девятнадцатый вопрос ваши запасы баловство хорошее финансовое вложение или забота ваших близких мне кажется неплохое финансовое вложение но и в том числе и баловство потому что в принципе можно было бы хомячить меньше поэтому я хочу устроить и не некоторую такую раз хомячку некоторую скажем так голодочку пряжную и поизвязывать запасы свои покупать пряжу только на игрушки или только на заказы а больше ничего себе не покупать ли лично там для себя для семьи а и завязать то что у меня есть потому что накопилось на самом деле очень много мне просто негде это все хранить 20 вопрос отношения к фантазийной пряжи совершенно ровно и спокойно я стараюсь пробовать некоторую фантазийную пряжу потому что как бы к ней можно тот же вот это вот травка лотос стрейч или как-то так она называет до пушистая вот эта пряжа тоже по сути дела фантазийный я ее использую главное найти под нее проект проекта так если для одежды то фантазийная пряжа я как правило и и не использую дальше 21 вопрос какого веса должен быть клубок чтобы отправить его в мусорку но никакого веса он не должен быть если у меня остался вот какой-нибудь такой хлястик хвостик который даже наброс свою нить не подойдет то он отправится в мусорку а если у меня остался хотя бы маленький клубочек то я его оставлю куда-нибудь он у меня уйдет либо в носки либо в какие-нибудь бросовые нити либо просто да там что-то где-то завязать перевязать поэтому я не выбрасываю ничего потому что как только ты куда-то это деваешь выбрасываешь или отдаешь тебе нужен именно этот цвет именно этот клубок именно там этот инструмент поэтому я плюшкин 22 вопрос вообще сильно напрягают остатки что с ними делаете я меня они и напрягают они напрягают как бы мне хотелось бы от них избавиться и пустить их дело но если они лежат то пусть лежат куда я издеваю я вяжу носки либо сама либо отдаете остатки маме вот сейчас планирую часть остатков отдать маме либо я вязала жилет у меня правда не осталось никакого вообще фото то что осталось я не могу вам сейчас показать обычный классический жилет который связано по кругу вот так вот так внизу резинка сантиметров 5 проймы плечевые скосы круглая горловин когда я вязкой резинкой по горловинке и по проймам рукавов вот и все вот и весь жилет я в него убила большое количество остатков пряжи просто взяла брала один клубок вывязывала брала второй клубок вывязывали свои глади шпарила в круговую и таким образом изничтожила большое количество остатков пряжи и этот жилет у меня отправился к маме для того чтобы по хозяйству за кроликами управляться было не холодно были ли случаи недомогания от вязания как справлялись с этим ну недомогание от вязания у меня не было никогда никакого я стараюсь периодически вставать делать разминочку разминать ручки свои разминать спину и в принципе недомогание у меня пока что не возникает слава богу 24 вопрос что по вашему должна иметь хороший вязальщица со стажем опыт опыт и еще раз опыт большее что купится ну как бы было бы неплохо имеет какой-то запас инструмента но кроме опыта мне кажется вязальщица со стажем ну особо такого иметь не надо мне кажется опыт опыт еще раз опыт и желание творить дальше вот что я думаю на этот счет так четвертый ответила 25 а если о будущем вязание до победного конца или еще пара проектов и закругляемся ну какое закругли закругляемся ребятки девчатки я только канал открыла я только во вкус скажем так по вязанию вошла игрушки вещи какие-то интерьерные не интерьерные ну в общем короче говоря плана в громадье и как бы все это успеть и о всем этом успеть вам порассказывать поэтому вязание до победного конца вот поэтому знаете я когда работала на работе мне один коллега сказал их движение с когда умирает у него язык еще три минуты во рту шевелится а вот у вязальщица извините когда умирает мне кажется у нее еще руки будут три минуты вот так вот это самое крутится вокруг своей оси пытаясь что-то провязать довязать поэтому вязание до победы и даже больше так все мои коты и там уже не справляются хорош нам болтать если вам понравилось это видео ставьте лайк подписывайтесь пишите обязательно комментарии отвечайте на этот так если у вас есть канал и вы еще не отвечали а если нет канала то пишите какие-нибудь ответы у меня в комментариях если у вас есть свое мнение на этот счет кот баюн желает вам всего самого доброго до новых встреч в новых видео всем пока пока